Здравствуйте! В эфире программа «Время вкуса», где мы рассказываем, показываем и готовим национальные блюда разных народов мира. И сегодня, как вы все уже догадались по моему костюму, мы будем говорить о чувашской кухне и научимся готовить чувашские национальные блюда. Мы – это шеф-повар нашей программы Алексей и я, ее ведущая, Ольга Алексеева. Пока Алексей готовит исходный материал для приготовления блюд, я вам расскажу немножечко о чувашской кухне. Чувашская кухня издревле была разнообразна, но не богата. Овощи были основными продуктами при составлении блюд. Потребление мяса крестьяне рассматривали как признак роскоши и готовился оно только по праздникам. Питались чуваши крупами, а с 19 века и картофелем. Картофель нам сегодня пригодится и не обойдется без овощей, ведь сегодня мы будем готовить окрошку и вареники по-чувашски. Алексей, как дела? Отличненько. Говори, что мне делать, я буду тебе во всем помогать. Так, ну, нарезаю лучок для нашей окрошки, мы займемся огурцом и редисом. Я тут, видимо, уже продолжаю нарезать то, что ты уже успел сделать немножечко. Да-да, чтобы было понятно образец, так сказать. Да. Расскажи, что у нас сегодня за окрошка? Это какая-то особенная окрошка? Ну, традиционная достаточно чувашская окрошка. Она просто окраша с минеральной водой из чувашских источников. С минеральной водой? Да, у нас в чувашке есть минеральная вода, кстати. Чуваши, я знаю, то, что ее добавляют в приготовление окрошки, я слышу первый раз, честно говоря. Что она придает? Она газирована должна быть или обычная, простая? Нет, она немножечко полезная, вкусная, поэтому ее и стоит добавлять. Могу я добавить свой лук? Большая калориция, да, можно добавить лук. Я вот как раз уже редисочку нарезал. И можем залить это нашей простаквашей, в которую мы предварительно накрошили укроп, дали немножко ее постоять, чтобы она была еще более ароматная. И самый главный ингредиент, ты мне уже успела рассказать, это у нас укроп. Это укроп, да, укроп. Очень важно, чтобы в окрошке был укроп. Будь она с квасом, со сбитнем, с кефиром, простаквашей или с станом, с чем угодно она может быть, но укроп там обязан просто присутствовать. Так, в нашей окрошке уже есть укроп, я вижу огурцы, редис, и добавим простаквашу. Да. Что нам нужно еще? Она должна сейчас настояться? Да, немножко должна настояться, но еще мы для плотности, немножко для консистенции добавим туда размятого картофеля. Она таким образом будет у нас более густая, и вкус будет немножко поинтереснее, по насыщеннее, так сказал. Ну, ты сам вообще любишь окрошку? Ну, да, по сезону. Ну, и летом, конечно. Да, летом хочется, зимой не всегда. Я ее пока уберу в холодильник, она поставит нам полчасика и будет готова к отреблению. Мы еще перед подачей добавим туда мясо, яйцо, ну и, собственно, все. Пока мы ее охлаждаем, чтобы зрители было понятно. Мы все накрошили, добавили простакваши и оставили охлаждаться. И продолжаем теперь, что мы с тобой... Сейчас мы будем делать хуран-пукли, чувашские вареники, с начинкой из измеченного картофеля, яйца. Сейчас сюда прям добавлю сразу яйцо. Зеленого лука. Да, я уже тут... Который ты... Да, продолжаю. Нам докорышишь. Нарезать, это единственное, что Алексей мне доверяет, нарезать лук. Также добавлю в начинку сливочного масла для вкуса. Угу. Ну, вообще вареники, это блюдо достаточно, я думаю, разнообразное. То есть начинка может быть какой угодно, в принципе. Начиная от яблок, заканчивая... Да, вареники могут быть с любыми ягодами, с картофелями. Дорогие зрители, мы уже успели, вернее, Алексей уже успел замесить тесто. Поэтому тесто у нас уже готово. Вам придется все это делать с нуля. Вообще, в чувашской кухне-то очень много овощей использовали раньше, насколько я знаю. Поэтому овощи, они довольно-таки часто были на столе. А мясо было только по праздникам. Так, лук я уже весь нарезала. Так, лук есть, так, можно положить творог. Вот как раз эту пачку. Творог или творог? Творог. Творог, привычный, творог, наверное, правильный. Так, что я делаю с ним? Я просто ушла пока. Ну, надо просто положить сюда и перемешать. Всю пачку выложить? Да, прям всю пачку. Все еще изящно будет сделать. Отличненько. Немножечко брать. А это все нужно перемешать. Хорошенечко вымешать. Раздавить просто, да, я так понимаю? Здесь у меня получается такое красивое, я бы сказала, месиво. Из яиц, из картофеля, из творога. Платье у меня очень красивое, но рукава очень мешают побольше. Ну, в общем-то, можно сейчас поменяться. Поменяться одежда? Да, и одежда в том числе может поменяться. Я буду заниматься, допустим, начинкой. А ты можешь раскатать тесто, если это не будет. Ты хочешь заветнее раскатать тесто? Да. Небольшими порциями. Так, злорадно ты при этом улыбаешься. Потому что много теста раскатывать тяжело, а понемногу очень даже ничего. Можно, я все-таки начинкой буду продолжить заниматься. Хорошо, только получше нужно вымешать и добавить лук. Я просто начала, ты не переживай, я смогу сделать. Тесто, значит, надо раскатать. На толщину где-то полтора-два миллиметра, чтобы его было не очень много. Но в то же время, чтобы его было достаточно, чтобы они не раскрылись в процессе варки. Всякое может быть. А дома-то вообще часто? Ну, то есть, обычно говорят, что сапожник без сапог или повара дома не очень любят готовить. А ты насколько часто дома готовишь? Ну, готовлю как-то. По мере необходимости. Это как по мере необходимости? Ну, надо поесть готовить. Надо поесть. Да. Так, это я понимаю, что получилось еще среднее, потому что должно получиться. Нормально, нужно добавить лук. Весь? Да. Ну, я пока начну делать такие кружочки из теста, которые мы будем заворачивать нашу начинку. Сколько времени вообще уходит в среднем на приготовление этого блюда? Ну, недолго. На подготовку. Полчаса. На лепку. Где-то так же. Варятся они моментально. Начинка может быть, опять же повторяюсь, очень многообразной. Но сегодня мы готовим чувашские блюда, поэтому мы сегодня добавляем сюда и картошечку, и творог. Объединяем все вместе. Вот Алексей обещает, что получится очень вкусно. А как получится, мы узнаем в конце программы, поэтому не переключайтесь. Так, я с своим заданием, по-моему, справилась в очередной раз. Да, все хорошо. Мы сегодня сделаем в виде солнышек. Солнышко. А солнышко это у нас уже... Солнышко это символ чуваши. На гербе чуваши три солнца присутствует. Да, вот у меня здесь есть солнышко. Много понятия. Держи, держи. Ну, вот какие-то знаки, наверное, обозначаются. Солнечные окончания. Еще очень приятно готовить чувашские блюда в чувашском платье. Так, все, я, по-моему, уже закончила. Что мы делаем дальше? Можно будет сейчас раскладывать эту начинку. Ну и что там получилось? По-моему, мы добавили еще сюда... Немножечку посолим. А, вот, да, все. Ну и можно чуть-чуть поперчить. Эти кружочки. Она будет выкладывать. Положу их на доску, чтобы было красиво. Такие. Чуть-то, может быть, чуть побольше холошу. А еще я очень могу красиво заплетать. Хочешь, чтобы она лучше? Да, конечно. Это, получается, пельмени. Обычно закручиваем, это пельмени. Сцепляю. А, это уже теперь, да, еще не пельмени. И подаю ему форму... Похож на головной убор чувашенку. Форму солнышка. А, солнышко. Да, в данном случае форма солнышка у нас. Так, солнышко. Придется повторить солнышко. А можно я тебе покажу, как все-таки делаем ее красиво? Да, конечно, конечно. Мы можем сделать вообще разное. Это же... Вареньки же такое... Да, как я дома делаю вареньки. Такое отличное блюдо. Его можно готовить с семьей, с детьми, например. Да, еще бы... Очень весело. Я бы согласна была готовить, а не только это есть к твоему солнышку, у нас появился пол влезь. Теперь нужно продолжить, я думаю. Вот такая красота у нас получилась. Ну, у нас, скорее, у Леши, чем у меня, но мои тоже, в принципе, очень даже ничего. Мы поставили воду греть. Ну, и процесс дальше уже обычный, в принципе, как и у вареников, как и у пельменей. Нужна горячая вода кипящая. Правильно я рассказываю? Да, все правильно. Опускаем их в кипящую и подсоленную воду. Наши вареники отправляются в воду. Леш, я думаю, вареники наши уже сварились. Прошло уже минут, наверное, 10 или 15. Давай уже посмотрим, что с ними там происходит. Достанем их. Они у нас совсем уже готовы. Нужно их выкладывать на тарелочку. Кстати, у меня было подозрение, что они разварятся, и не будет вот этой сердцевины. Она, кстати, осталась. Так что все же лучше делать в такой форме. И вот и мои появляются. Скажи, а по форме ведь блюда не отличаются? Русские, татарские, чувашские. То есть по форме как их готовятся? Могут отличаться. Могут отличаться? Чувашские-то какие? Сейчас чувашским можно назвать такой формой? Можно назвать чувашским, конечно. Ну, потому что они в форме солнышка, да? Да, потому что они в форме солнышка. С герба чувашей прям сняты. Ты сейчас так же замахнулся, конечно. Что поделиться. И два полумесяца у нас там плавает еще Масло мы добавляем в сердцевину Зальем как раз в серединочку Сливочное Масло у нас сливочное, да, мы его растопили Залили в сердцевину и украсили все это укропом Вот такая красота у нас получилась Это что касается вареников Пока наши эксперты облизываются Мы, наверное, достанем окрошку, которая, в принципе, у нас уже охладилась Мы можем посмотреть, что с ней произошло после этого Вот наша окрошка Наша окрошечка Настоялась Выбрала в себя аромат укропа Который, заметьте, самое важное в приготовлении окрошки Я сегодня пила, это укроп Он должен быть свежим, грядки, желательно, со своей Правильно я все говорила? Верно Чем свежее и больше укропа, тем лучше Вот это наша основа Сюда же мы положим говядину Вот это отварная говядина Так И сейчас мы нарежем тоненько солнышко Так Как и все остальные ингредиенты в супе То есть вообще для супов важно, чтобы нарезка соответствовала ингредиентов друг к другу То есть если мы что-то солнышко режем, то и все желательно Резть солнышко И вкус у нас будет от этого что? Кусто будет более наружный, лучше То есть Мы добавляем говядину Она охлажденная у нас или просто? Да, отваренная и охлажденная Отваренная охлажденная Мне, как вы видите, Леша не доверяет тебе ничего резать Поэтому я смотрю, вот наблюдаю, вам рассказываю Чтобы лучше запоминали И дополним яйцом Чтобы добавить на красоты Да И тоже ароматный, наверное, вкус Целую И повторим его яичного аромата Немного зелени Все? Окрошка готова Так Дорогие зрители, наши два блюда по-чувашски готовы Это варенье хуран-кукли и окрошка по-чувашски Которую мы разбавили не квасом, а простоквашей Наши блюда готовы А наша программа подошла к концу Мы с вами прощаемся А у нас наступило время вкуса Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!